Архитектурно-строительный класс в средней школе номер 10, первый в городе Надбугом. Сотрудничество по обучению в профильном классе организовано между управлением по образованию администрации Московского района города Бреста, техническим университетом, комитетом по архитектуре и строительству Брестского облсполкома, строительным трестом номер 8 и школой. Цель работы нового направления – углубление знаний учащихся по учебным предметам и профориентационная работа. Я горжусь тем, что мы, может быть, одними из первых в республике приняли рекомендации к действию и организовали работу по созданию классов архитектурно-строительной направленности. Да, у нас на сегодняшний день классами профессиональной направленности в городе охвачено около 2000 учащихся. Как говорил ректор технического университета, выступая сегодня перед нами, это и педагогические классы, и спортивно-педагогические классы, и военно-патриотической направленности. В 2022 году мы начали реализовывать успешно совместный проект также с техническим университетом и подписали договор об открытии инженерных классов. В этой работе у нас участвуют средняя школа номер 20 и гимназия номер 2 города Бреста. Я считаю, что тот опыт, который мы приобрели благодаря открытиям инженерных классов, был очень удачным. А эту работу мы смогли продолжить реализовать через открытие архитектурно-строительных классов. Для того, чтобы учиться в специализированном классе, кандидаты в будущее архитекторы должны хорошо учиться. По итогам девяти классов средний балл аттестата должен быть не ниже семи. Кроме того, отметки по каждому из учебных предметов, которые выбраны для изучения на повышенном уровне, также должны быть не ниже семи баллов. Архитектурно-строительные классы – это действительно новое явление в истории общесреднего образования, в увязке с высшим образованием. Это действительно и ранняя профориентация, это действительно формирование на уровне школьной скамьи тех компетенций, которые, с одной стороны, нужны студенту, с другой стороны, нужны будущему специалисту. Конечно же, особенность архитектурно-строительных классов – это профильное обучение, где профильными предметами являются, как правило, математика и физика, но и еще есть факультативные дисциплины, которые и формируют творческие компетенции, связанные с рисунком, с черчением и другими направлениями, что так важно и будущему строителю, и особенно будущему архитектору. Тем более, сегодня поступление на архитектурные специальности – это, конечно же, обязательный экзамен по творчеству. Могу сказать, что архитектурно-строительные классы – это и дополнительная возможность нам более тесно взаимодействовать. Учащиеся специализированного класса средней школы номер 10 на повышенном уровне будут изучать русский язык, математику и физику. Помимо этого, в их учебной программе предусмотрены профильные факультативы – основы академического рисунка в мире архитектуры и дизайна «Выбираем профессию», основы архитектурной композиции и другие. Также в программу обучения входят экскурсии на ведущих и строительные предприятия Бреста, а также совместная работа между ними и учреждением образования. Первый набор в архитектурно-строительный класс начнет обучение с 1 сентября 2024 года. Мы здесь вообще не останавливаемся, постоянно ведется работа с молодежью, у нас специальные направления есть в этом формате. Приглашаются группы, формируются студенческие отряды, проводятся экскурсии по заводам, по стройкам. Непосредственно студенты принимают участие в самом процессе строительства. У нас каждый год 8-й трест завоевывает первые места. В области приглашения студентов на работу, студотряды. Поэтому постоянно работа проводится. И такая будет продолжаться работа полномерная. Архитектурно-строительный класс – значимый шаг в реализации современных образовательных программ, направленных на подготовку нового поколения первоклассных специалистов. И у проекта уже есть весьма интересные перспективы, ведь Министерством образования уже рассматривается вопрос о принятии без экзаменов ВОЗ и выпускников профильных классов на соответствующие специальности. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович, Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова